Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развелась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать всё, что не успеет. Привет, ребята! Мы снова с вами! И сегодня мы вместе с Машей, Стропкой и Арсением Бедюре будем говорить о море. Ведь сегодня Всемирный день моря! Давайте начинать! Представляете, мне мама рассказала, что сегодня праздник. Да ты что, а ты знаешь какой? Рассказала, какой праздник? Всемирный день моря. А как вы думаете, зачем такой праздник? Это... Всемирный день моря. Это что, день рождения моря? Хм, ну не совсем. Нет, это не так. Зачем нужен этот праздник? Может быть, чтобы привлечь внимание людей на какую-то проблему? Как вы думаете, Арсений? Я думаю, что Всемирный день моря, это значит, что... Зачем нужен этот день? Какая его цель? А, его цель кажется, что он отмечает тот день... Я вам уже подсказала. Этот день создан для того, чтобы привлечь внимание людей на проблему. Как вы думаете, какие здесь проблемы, связанные с морем? Машка? Я думаю, что с рыбами. С рыбами. Да, действительно, ловля рыб приносит вред морю. А что еще, как вы думаете? Есть такие люди, которые приходят, отдохнули, попили газировочку, например, покушали и оставили это все где? Где? Около воды. Естественно, ветром это все туда сдувается. И что получается? Что мы загрязняем воду. Конечно же. Является ли это такой проблемой? Да. Конечно же. А также вред наносит глобальное потепление. Именно поэтому был создан такой день. Всемирный день... Моря. Всемирный день моря. Для того, чтобы привлечь внимание людей к этой проблеме. А как вы думаете, что происходит в этот день? Как люди его празднуют? Это ведь праздник? Да. Маша, как ты думаешь, что происходит? Они идут на пляж и его празднуют. Люди идут на пляж и празднуют день моря, да? Да. Мхм, интересное предположение. А ты, Арсения, как думаешь? А я думаю, что семирный день моря, это когда люди садятся в лодке и вылавливают весь мусор. Ой, какой ты молодец, Арсения. Да, действительно, некоторые именно этим и занимаются. Но они занимаются не только в этот день, но и в остальные. Это является их работой, да? На самом деле, в этот день, а для того, чтобы привлечь внимание людей, как мы уже с вами сказали, да, что устраиваются? Мероприятия, акции, да? Да. Митинги людей, чтобы сказать всем людям, остановитесь, да, не мусорите, да? Да. Кстати, ученые зафиксировали такой факт, что за последние сто лет такие виды рыб, как треска, тунец, марлин, что с ними случилось, как вы думаете? Их выловили? Их стало совсем мало, да? 90% этих рыбок выловили люди, представляете? Ничего себе! Вот так вот. Ангелина, наверное, осталось только 10% рыб, которые есть на свободе. Угу, действительно, поэтому не нужно вылавливать этих рыбок, да? Да. Пускай они живут в своем подводном мире. Ребята, а как вы думаете, есть ли день какого-то определенного моря? Например, Всемирный день Черного моря или Всемирный день Балтийского моря? Я думаю, что есть. Да, конечно же, существуют такие праздники, которые посвящены определенному морю. А какие моря вы знаете? Может быть, где-то вы были даже? Маша была где-нибудь на море? Я была только на речке и на озере. Ой, как здорово, это тоже замечательно. А я знаю Индийский океан. А давайте как раз-таки об этом и поговорим. Вы знаете, сколько океанов есть на нашей планете? Да. Сколько? Семь. Ого, а где ты их столько нашел? Нет, пять. Пять, конечно же, пять. Запомните ладошку, именно столько океанов у нас есть, да? А назовете? Да. Как они называются? Самый большой, как он называется? Индийский. Нет, немножечко ты перепутал. Самым большим является Тихий океан. Ну-ка ищите его на глобусе. Ребята, присоединяйтесь к нам. Где находится Тихий? Так, большими буквами написано Тихий. Машка, а что? Океан, да. После Тихого по размеру идет Атлантика. Атлантический океан, да? Ищем его. Где же он находится? Ну-ка, Машка, помогай Арсению. Ищи. Вот, я нашел. Нашли. Так, ну-ка, Атлантический океан. Да, действительно, он тоже очень большой. А как вы думаете, какой идет следующий океан? Индийский? Нет. Следующий по величине считается Южный океан. Слышали, когда я про такой? Ищите, где он находится, подскажу. Где-то снизу. Я нашел. Нашел? Вот он. Машка, ты увидела, где находится Южный океан? Южный. Хорошо, отлично. Вот он. Следующий по величине, наконец-таки, твой любимый Арсений. Какой? Индийский. Индийский. Ищи его. Где он? Так, вот здесь. Машка, видишь? Ребята, надеюсь, вы тоже увидели, где находится Индийский океан. И остался у нас пятый. Какой? Как он называется? Он называется... Ну-ка вспоминайте. Где у нас находится Южный? Снизу, да? Да. А вот Северный... Северный океан. Не-не-не, как-то еще продолжение есть. Северный Ле... А, Северный Ледовитый. Давайте запомним это название. Машка запомнила? Северный Ледовитый океан. А ну-ка скажи. Северный Ледовитый. Вот, ребята, давайте вместе, чтобы наверняка запомнить, да? И Северный Ледовитый. Осталось его только найти, где же он находится. Да? Ну-ка, что это тут у нас написано? Ну-ка, посмотри. Что? Северный... Северный Ледовитый океан. Нашел? Да. Ну все, получилось у нас. Вот здесь находится Северный Ледовитый. Ну-ка, кто мне повторит все пять океанов? Арсений, попробуй, давай. Первый, самый большой какой? Самый большой Тихий океан. Тихий, молодец. Второй по величине идет... Какой? Антлантический. 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 Какой будет третий? Южный. Где он находится, снизу, да? Да. А потом идет какой? Любимый Арсений. Индийский. Индийский, последний, пятый. И Северный Ледовитый океан. Ну все, теперь наверняка мы запомнили, все океаны выучили, да? Да. Как и вы у меня молодцы. А как вы думаете, а Марии много на нашей планете? Много. Много? Сколько примерно? Десять, пятнадцать, двадцать? Двадцать. Двадцать. Двадцать больше? Я думаю, что сто двадцать. О, нет, теперь меньше. Сто? Меньше? Девяносто? Около девяносто, восемьдесят. Просто кто-то считает заливы? Восемьдесят пять. Примерно так, да? Кто-то считает заливы морями, а кто-то нет. Поэтому точную цифру сложно назвать, да? Ребята, а какие моря вы знаете? Я знаю. Я уже вначале называла два. Какой? Черное море. Черное море. Балтийское. Балтийское. И я белое знаю. Белое море знаешь? Ничего себе, а где оно находится? А я знаю Белый двор. Белый двор? Да. А что это значит? Я на каникулах ехал туда. Может быть, на Красный двор? А, да, точно, на Красный двор. Все перепутали вы у меня, да? Но ничего страшного. Мы только учимся и изучаем моря и океаны, да? Ведь теперь мы знаем, что есть такой день, который как называется? Как праздник наш называется? Семерный день моря. Да, вот действительно, запомнили. Ребята, вода один из самых сильных растворителей. Что он может растворить? Сахар. Сахар, соль, да? И между тем, в самой воде находится очень много химических элементов. Например, медь, кальций, олова, много-много других. Серебро и даже золото. И, конечно же, много соли. Да, знали об этом? И весь вот этот процесс попадания соли в моря и океаны связан, как вы думаете, с чем? Что на нас капает сверху? Дождик. Дождик. Когда дождик капает на землю, что происходит? Копельки попадают в почву, собирают все минералы там, да? И что происходит дальше? Образуются маленькие ручейки. Эти ручейки соединяются, да? Арсений, ты внимательно меня слушаешь? Да. Что происходит? Соединяются ручейки. Соединяются ручейки и... Что? Как вы думаете, что дальше? Попадают в озеро. В озеро, в реку, да. А потом, соответственно, в моря и океаны. Вот так вот интересно. Но все-таки на нашей планете 95% соленой воды, а остальные 5% это пресные реки и озера, да? Да. Как вы думаете, это значит, что в них вообще нету соли? Пресная... Я думаю, что там тоже есть соль. Да, действительно, там есть соль. Ну, на 70% меньше, чем в морях и океанах. Вот так вот интересно. Также на дне моря и океана часто есть подводный вулкан. Вы когда-нибудь слышали о таком? Да, я слышал. Да, слышал. А давайте посмотрим на фотографию, как это выглядит. Вот такой вот интересный подводный вулкан. Кстати, они считаются достаточно опасными и могут смывать даже целые города. Вот так вот. Ничего себе! И когда вулкан извергается, как вы думаете, что происходит? С чем это связано? Это связано с морем. Я думаю, что поднимается очень огромная волна с высотой... Даже больше. Она может смыть целые города. Смотрите, когда вулкан извергается, что происходит? Что выпускает? Лаву. 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 Минеральную лаву. Именно благодаря этой минеральной лаве вода становится соленой. Вот так вот интересно. Ну что, теперь я ответила на ваш вопрос. Почему же вода соленая? Да? Да. Вот так вот. А сейчас, ребята, я хочу вам напомнить, как нужно вести себя возле воды. Может быть, вы знаете, Машка? Да. Что ни в коем случае нельзя делать? Уходить в воду без родителей. Молодцы, да. А что еще? А почему нельзя уходить? Потому что если ты уходишь без жилета или на руках... Так, к этому мы еще придем. Почему нельзя самостоятельно идти в воду, Маша? Потому что можно утонуть. Да, можно утонуть. А еще можно наступить на что-то острое и пораниться, да? Да. Так, что еще? Ты мне говорил про жилеты, Арсений. Да. Зачем же они? Какие жилеты? Жилеты и на рукахнике нужны, чтобы поддерживать. Если ты не умеешь плавать, они тебя поддерживают на воде. Вот так вот. Что еще есть для того, чтобы не утонуть, Маша? Еще есть круги. Круги, да. Жилеты. Жилеты, на рукавнике мы уже с вами сказали. А как вы думаете, можно ли кататься на матрасе? Нет, нельзя. Почему же? Потому что ты можешь зацепиться за какую-то острую корягу, и матрас порвется. И ты можешь утонуться посередине озера, потому что там очень глубоко. Действительно. А если это произойдет в море, волны вас будут постоянно выталкивать. И что будет происходить? Вы можете упасть. Конечно же, смотри, нас море будет постоянно отодвигать от берега. Да, далеко-далеко. Не к берегу, а наоборот. И так действительно может произойти страшный случай. Но мы с вами знаем, что так делать нельзя. Да? А скажите мне, пожалуйста, Маша, а можно вот я захотела попить, плаваю, и решила попить воду из моря или из озера, например? Нельзя. Можно? Нельзя? А почему же? Она соленая и вредная. Во-первых, соленая, вредная. И там очень много микробов и бактерий. Молодцы, какие вы у меня умнички. Ну и напоследок спрошу, можно ли мусорить? Нет, конечно. Конечно же, нельзя. Как мы уже с вами сказали, это наносит большой вред чему? Рыбкам. Рыбкам, морским обитателям, да? Да. Вот так вот. И, конечно же, в воде. Ну что, мои хорошие, сегодня мы узнали, что, оказывается, существует такой праздник, который как называется? Всемирный день моря. Мы узнали, что происходит в этот день, да, почему же вода соленая и что ни в коем случае нельзя делать. Где? Около воды в воде, да? Вам понравилось? Да. Замечательно. Ну, а сейчас, мои хорошие, мои часы подсказывают, что пора смотреть... Мультфильм. Конечно же, смотрим мультфильм. Сладких снов, ребята. Пока-пока. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.